ты видел меня в покое сегодня как вообще дела чем занимаешься я уже вижу сзади тебя палату как тебя занесло в больницу я в общем прооперировала свое плечо давным-давно уже настораживалась от операции и наконец-то я ее осуществила сейчас прохожу реабилитацию в целом все отлично все идет по плану поэтому надеюсь что скоро восстановлюсь надеюсь к сезону буду готова какие планы у тебя вообще после больницы да на самом деле планов не строю потому что неизвестно насколько это все затянется и на первое место я естественно ставлю здоровье чтобы полностью восстановиться вообще все свои микро болячки так скажем вылечить и подойти ответственно к этому сезону на самом деле охота вот а насчет если получится куда-нибудь на отдых слетать я буду только рада но пока не буду говорить куда и потому что сама еще не знаю слушай ну вот ты продлила контракт с гиделью и это отлично когда ты так сильно любишь свою команду что ты любишь гидель в смысле у нас команде в принципе коллектив хорошие и условия просто все созданы для того чтобы просто приходить тренируйся играю получаем максимальное удовольствие показываю результат поэтому за все это это и люблю и его вторых мне очень нравится город уфа поэтому как бы сильно долго я не думала о подписании сразу решила то что все остаемся ты ты бы никогда не могла там в своей голове рассмотреть вообще другую команду но опять же это зависит от условий от но скорее всего нет потому что я говорю я уже здесь пять лет и меня вообще за это время все устраивает поэтому я думаю что даже если бы и были бы какие-то предложения то скорее всего и все равно осталось в уфе потому что здесь мне все устраивает вот назад мы с тобой разговаривали не сказала рассказала мне про телеграм-канал а потом такая пожалуйста типа не вставляю ты не говори ну все теперь ты официально владелец его телеграм-канал я я кстати тоже подписчик и очень интересно наблюдать за твоими постами расскажи ну как как ты все-таки к этому пришла и почему все-таки захотела на самом деле вы правильно говорите что у меня это уже было запланировано год назад но я никак не могла подойти к этому потому что я думала что мне будет нечего выставлять а сейчас поняла то что в принципе людям интересна наша закулисная жизнь что мы вообще делаем как просто живем и моя цель была просто в создании этого канала что просто рассказывать людям и показывать что мы такие же обычные люди точно также проводим свое время и будет возможность если показывать тренировочный процесс то тоже но это естественно будет согласовывать поэтому я только рада то что и аудитории это понравилось очень много на самом деле не писали личные сообщения давай уже создавая надо и девчонки очень много создали тоже телеграм-каналов поэтому я тоже за всеми слежу и мне самой это интересно потому что но мало на самом деле на просторах интернета найти информацию больше про нас поэтому я решила тоже как-нибудь немножечко это просвещать супер это прям вообще отлично смотри вот телеграм-канал ты уже создала такая какая-то мини медийность на просторах социальных сетей уже появилась если бы у тебя была возможность быть как допустим там анна пругова или екатерина ананина которые в прямом эфире вещают комментируют вот в этой роли ты себя никогда не видел но на самом деле я даже об этом не задумывалась но скажу про девчонок на самом деле это реально очень тяжелый труд потому что отдавать себя как спортсмены и рассказывать об этом ну очень трудно я думаю если придет время и мне удостоится такая возможность то естественно и не будут не отказываться и все придется временем и считаю поэтому как вообще в целом тебе сезон этот наверно вопрос который должна была очень самом начале задается но к сожалению не получилось повторить прошлый сезон прошлую победу я кстати недавно записала видео hockey woman's world тоже мне тот же самый вопрос задали я наверное отвечу идентично потому что но мое мнение не поменялось если говорить лично про свою игру то в целом я довольна сезоном и статистика в принципе потому что сезон реально получился достаточно насыщенным и интересным и было очень много запоминающихся матчей мы вытаскивали где-то уже и ну на самом деле реально интересный сезон а что касается результатов в плей-офф то естественно я думаю никто не доволен это но по крайней мере мы и наши болельщики поэтому есть на чем работать я уже который раз убеждаю что не все дается так просто и приходится доказывать свое место поэтому ничего страшного не произошло просто это как бы немножечко нас будет мотивировать следующем сезоне ну ксюш я тебе желаю поскорее реабилитироваться поскорее набраться кучу кучу здоровья чтобы у тебя все было замечательно ворваться в новый сезон просто стальной машиной и рвать и метать чтобы все было супер да спасибо огромное буду работать над этим